Время, события, люди, города, дороги, сети, мнения, рынки, информация, портал финверсия, финансовая версия происходящего. Итак, первый раз в марте прошлого года под эгидой Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка прошел конкурс «Финскелс» и вызвал большой интерес участников, прежде всего молодых. И не за горами, а второй конкурс. Какие планы на него? Какова цель этой акции? И что мы, как Совет профессиональной квалификации, хотим получить на выходе? Ну, идея конкурса, она возникла в Совете именно благодаря тому, что существует WorldSkills. И когда мы побывали на WorldSkills, увидели, насколько это действительно действие потрясающее, когда люди в течение нескольких дней создают фактически некие проекты или изделия, причем в достаточно таких серьезных областях, это и робототехника. И вот мы наблюдали, был финал конкурса WorldSkills в Краснодаре. Нам посчастливилось там присутствовать. И мы видели, что вообще молодежь, начиная с пятого класса, они такие вещи делают, они программируют из лего, что у них по определенной программе этот автобус, соблюдая правила движения, правила движения едет по определенному маршруту. Вот, настолько там детально прописаны все, как бы, этапы процесса, который должен выполнить участник, прописаны требования к тому, что он должен получить, и этот конкурс идет несколько дней, то мы подумали, коль уже в Совете по профессиональным квалификациям существуют профессиональные стандарты, которые тоже детально описывают такую очень трудно описываемую область, как участник финансового рынка, специалист в области финансового. Нужно сказать, что Совет по профессиональным квалификациям, он объединяет очень широкое направление финансов, то есть сюда вошли и специалисты рынка ценных бумаг, и банкиры, и оценщики, и аудиторы, и риск-менеджеры. То есть очень такой огромный пласт финансовой отрасли, он включил, объединил Совет по профессиональным квалификациям финрынка. И уже во многих профессиях были разработаны профессиональные стандарты, были разработаны оценочные средства, и тогда в Совете возникла такая идея, совместно Национальное агентство развития квалификации поддержали эту идею, создать свой конкурс профессионального мастерства, собственно финансистов. Название такое получилось «Финскилз» – финансовые навыки. И первый конкурс в марте удачно, мы считаем, стартовал, потому что до этого никто об этом не знал. Но, конечно, основные участники этого конкурса были профессии, где уже достаточно плотно были разработаны оценочные средства. То есть был инструмент, который мы могли использовать при проведении конкурса. И вот на примере оценочной деятельности расскажу, что первый этап конкурса он прошел в рамках международной конференции ежегодной, которая проходит в финансовой академии. И участники могли подключаться как онлайн, так и те, которые непосредственно присутствовали на конференции. В основу конкурса легли именно оценочные средства, которые были разработаны для теоретической части профессионального экзамена. И специалисты могли показать, в общем-то, на практике, что они действительно теоретическую часть, знания свои, они подтвердили. Конечно, онлайн невозможно подтвердить и показать навыки, а профессиональный стандарт и профессиональный экзамен на подтверждение уровня квалификации, в общем-то, включает еще и определенные умения, навыки, которые мы должны в модельных условиях показать, подтвердить. Но, тем не менее, проведение этого конкурса позволило дать широкому кругу участников из разных регионов Российской Федерации, там, где еще и не созданы центры оценки квалификации, все-таки попробовать себя вот в таком интересном конкурсе. И конкурс был, регламент конкурса был утвержден таким образом, что те, кто прошли первый этап конкурса успешно, они могли потом при сдаче профессионального экзамена уже теоретическую часть не сдавать, а те, кто набрал наибольшее количество баллов, они были допущены ко второму этапу. Второй этап у нас проходил уже в виде практической части, я уже сказала, что вообще идея по аналогии с WorldSkills, когда люди приходят и показывают, что они умеют делать. И второй этап прошел в Сочи, в рамках ежегодной спартакиады оценщиков «Сочи Open». Он прошел в замечательном месте, это отель «Поляна 1389». Приехали из разных регионов участники, и там-то как раз они демонстрировали защиту проекта. Конкурс, могу с уверенностью сказать, удался. У нас в жюри присутствовали представители финансовой академии, проректор финансовой академии, зампроректора. Они готовят специалистов в этой области, но когда они увидели, что демонстрируют потом люди, когда они выходят в реальную жизнь, насколько это интересно, захватывающие действия, настолько люди талантливые, которые принимали участие в этом конкурсе. Когда они рассказывали о своих проектах, собственно, это была защита реализованного, реального проекта, она просто была в восторге. И Екатерина Каменева, проректор финансовой академии, она говорит, вы настолько интересные люди все, настолько интересная профессия у вас, высокоинтеллектуальная, настолько она нужна, ее нужно позиционировать, вас нужно показывать по телевизору, чтобы как можно больше участников, а наши молодежь, они видели, что действительно финансист это не какой-то там, не знаю, унылый там со счетами сидящий дядька там на рукавниках, или клерк такой противный, который тебе кредит выдал, а потом вот говорит, отдавай обратно. Это действительно очень интересные люди. А сколько человек приняло участие в конкурсе? В конкурсе приняло участие порядка 50 человек, вот у нас победители были конкурса, причем хочу сказать, что очень серьезно жюри даже спорили, настолько все были яркими, настолько интересные проекты, что вообще определить победителя было достаточно сложно. И, безусловно, на следующий год мы планируем, что и расширится перечень профессий, которые будут принимать участие в этом конкурсе. У нас сейчас активно идет проект в банковской сфере, несколько банков принимают участие в апробации, активно подтверждают квалификацию, участвуют в профессиональном экзамене на подтверждение уровня квалификации. Думаем, что как раз на основе оценочных средств мы можем проводить такой конкурс. Социальная сеть «Арена Финверсия.ру» не требует от пользователей регистрации, создания профиля, запоминания пароля и тому подобного. Зарегистрироваться в соцсети можно не только классическим способом – через почту, но и в одно касание – через социальные сети Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Google. Любой пост в социальной сети в одну кнопку дублируется на той социальной сети, которой пользуется автор. Однако в сети «Арена Финверсия.ру» посты могут быть как публичными, так и приватными. Кроме того, пользователь, если он этого желает, может выступать здесь не только под своим именем, но и под псевдонимом. Особый интерес социальная сеть «Арена Финверсия.ру» может представлять для практикующих трейдеров биржевого и форекс-рынка. Каждый пост может оснащаться временем прогноза, графиком торгового инструмента. Предусмотрена опция следования за прогнозом. Кроме того, начинающие трейдеры и интересующиеся финансовым рынком могут попрактиковаться в биржевой торговле на подключенной к сети специальной учебной платформе «Финверсия Трейд Демо». То есть, по сути, конкурс стал еще и такой веселым форматом испытания оценочных средств? На самом деле, да. Но нельзя сказать, что они в рамках теоретического этапа это четко были, да, оценочные средства они проходили. Что касается практического этапа, это все-таки не совсем те кейсы, которые предусмотрены в оценочных средствах. Это живые кейсы, реализованные, которые люди представляли. И параллельно, почему все-таки это выездное мероприятие? Потому что формат выездного, он всегда позволяет создать некий праздник. Люди общаются, обстановка неформальная, они узнают очень много нового, заряжаются энтузиазмом. И у нас конкурс развивается. На будущее у нас уже возникают определенные стандарты, чтобы мы добавили, как будет в следующий раз проходить это мероприятие. Поэтому, конечно, считаем, что формат выездного мероприятия должен быть, а не просто, когда люди куда-то приехали на один день. Потому что и вордскилз, он проходит несколько дней. Возможно, мы сейчас рассматриваем различные варианты проведения регламента, чтобы предложить его для оргкомитета. Возможно, какие-то инновации будут утверждены. Например, рассматривается такой вариант, что в регионах уже будут сначала отбираться участники, а потом они будут переезжать на финал. И, собственно, мы получаем лучших. Конкурс для чего вообще устроен? Не просто для того, чтобы сами профессионалы узнали, вот ты лучше, а ты, может быть, еще должен подрасти чуть-чуть в профессии. Все-таки конкурс направлен на популяризацию этой профессии и на популяризацию услуг. Потому что мы считаем, что вот эти звезды, которые защитили свою позицию, показали свою профессиональную компетентность, свою грамотность перед сообществом профессиональным, перед уважаемой жюри, они, наверное, должны быть масштабированы. Они должны для того, чтобы люди участвовали в этом конкурсе, им хотелось, а это вообще труд, чтобы подготовить этот проект, подготовить себя. Это навык самопрезентации, потому что многие делали фильм о своем проекте. Для того, чтобы было больше участников, нужно, чтобы об этих звездочках узнавала общественность. И тогда, выбирая себе специалиста, будь это банковская сфера, когда мы подбираем персонал в банк, то, наверное, в первую очередь у меня, я буду счастлива как работодатель, если ко мне придет вот такой профессионал, который уже себя показал в конкурсе мастерства. Либо, если мы говорим об оценочных услугах, и когда, собственно, потребителю очень важно, чтобы его проект выполнял квалифицированный специалист, то, наверное, от Совета по профессиональным квалификациям, от Национального агентства развития квалификаций зависит, чтобы больше и больше потребитель узнавало о том, что такой конкурс есть, и что у нас существуют вот такие профессионалы. И представители каких профессий, и когда вы ждете на второй конкурсе? Сейчас сложно говорить, потому что все профессии очень разные. У многих существуют свои уже конкурсы. Они, может, проходят несколько в другом формате. Но то, что это конкурс общероссийский, что этот конкурс объединяет все профессии финансового рынка, нам позволяет с уверенностью говорить, что он будет поддержан, что он будет престижный, этот конкурс. И на следующий год мы ждем, что присоединятся участники, у которых сейчас уже активно идут вот именно профессиональные экзамены на подтверждение уровня квалификации. Этапы, конкурсы и даты мы можем уже назвать? Ну, пока я не могу сказать. Оргкомитет будет решать, но предварительно это все-таки, наверное, первый этап, как уже традиционно сложилось в рамках ежегодной конференции, которую проводит у нас финансовый университет при правительстве. А следующий этап через, не знаю, может быть, март, может быть, опять это будет эта же площадка, потому что действительно наши участники после проведения конкурса еще получили мастер-классы оценочного мастерства, прошло обсуждение профессионального стандарта, и нужно сказать, что очень многое из того, что обсуждалось именно вот на этой площадке, когда лучшие профессии предлагали, что можно поправить в профессиональном стандарте, мы, в общем-то, вышли на актуализацию и сейчас проходит профессионально-общественное обсуждение, профессиональный стандарт специалистов оценочной деятельности, актуализированный.